Всем привет! Меня зовут Алина Кузимович, ювидический астролог. Сейчас я расскажу прогноз для Львов на октябрь 2023 год. У Львов Сатурн продолжает находиться в седьмом доме гороскопа, продолжает влиять на седьмой дом гороскопа. А седьмой дом — это сфера партнерских отношений. И партнеры — это не только в личной жизни, это могут быть партнеры в делах, по бизнесу. Сатурн — это очень серьёзная, строгая планета. Сейчас он смотрит вас на этот дом и наводит там порядок. Могут быть какие-то сложности в партнёрских отношениях, либо это сложный период может быть для ваших партнёров. Обращайте обязательно на это внимание. Так как Сатурн там будет находиться ещё долго, ещё два года, он туда зашёл 17 января 2023 года, то вы можете стать немного серьёзнее, потому что Сатурн аспектирует ваш первый дом. Если ваши ценности с партнёрами в этот период будут расходиться, то это может пошатнуть ваши отношения. А если какие-то трудности вы сможете преодолеть, то ваши отношения, наоборот, будут укрепляться. В любом случае такой транзит Сатурна несёт опыт в сфере партнёрских отношений. И везде есть свои плюсы. Для бизнеса такой транзит неплохой. Через какие-то кризисы вы сможете выйти на новый уровень. И минусы тоже есть. Иногда есть какие-то охлаждения, отстранения от партнёров. Может чувствоваться холодность в отношениях. И в итоге у всех по-разному. У кого-то появляется новый партнёр, а кто-то сохраняет свои отношения. Но этот транзит нас всегда учит. Это глобальный транзит Сатурна. Мы будем подходить всё ближе к октябре. Новый фон должны обязательно знать. А транзит Юпитера сейчас у вас просто шикарный. Лучше не придумаешь. Юпитер стоит в одном из лучших домов гороскопа. В девятом доме. Доме удачи. И поэтому в этом году для вас есть большие возможности, которыми нужно пользоваться. Удача на вашей стороне. Сейчас судьба благосклонна к вашим начинаниям. Помощь может идти отовсюду. Благоприятны любые поездки. Очень важно прислушиваться к советам. Теневые планеты Раху и Кету стоят пока на своём месте. Раху у вас в девятом, Кету в третьем. Но с 30 октября они поменяют положение. Поэтому вы будете чувствовать переход. Раху зайдёт в восьмой дом у вас, а Кету во второй. На эту тему будет отдельный прямой эфир. Это очень важный транзит. Очень сильно затронется на полтора года сфера родственников, родительской семьи, сфера страховок, завещаний. Возможно появится интерес к каким-то тайным, мистическим, эзотерическим вещам. Могут быть даже неожиданные денежные поступления. Но придётся следить за здоровьем. И важно не допускать обострения каких-то хронических заболеваний. Всё зависит от вас, от вашего образа жизни. В первой половине октября солнце у вас будет находиться во втором доме гороскопа. Важно уделять внимание родительской семье, помогать им следить за речью, за питанием, следить за всем, что у вас на лице. Потому что что-то может беспокоить. И у всех по-разному. У кого-то глаза, у кого-то уши, у кого-то зубы. В общем, нужно заниматься профилактикой, какие-то важные вмешательства. На лице лучше не делать в этот период. Особенно женщинам лучше не экспериментировать с лицом, не делать никакие уколы красоты. С лицом пока лучше не рисковать, а вот за зубами не помешало бы смотреть. Важно контролировать свою речь в этот период. Чем меньше вы будете говорить, тем лучше. А во второй половине октября солнце у вас будет находиться в третьем доме гороскопа, в доме решительности, смелости, собственных усилий. Неплохой транзит для солнца. В данном случае для любых начинаний. Но важно помнить, что с 14 октября по 28 мы будем находиться в коридоре затмений. И вот в этот период лучше нового не начинать. А можно, например, отказываться от каких-то вредных привычек, завершать какие-то дела. Поэтому, несмотря на ваш личный такой более-менее нормальный транзит, все-таки будет влиять коридор затмений. Также будет ослабленное солнце. Поэтому важно беречь свое здоровье, заниматься профилактикой, не допускать ссор и не принимать судьбоносных решений. Потому что любые затмения влияют на последующие 18,5 лет. 14 октября будет солнечное затмение. В этот день ведите себя спокойно, ничего важного не делайте. И 28 будет лунный. Солнечное будет на новолуние. Лунное будет на полнолуние. В эти дни и в сам промежуток коридора затмений вы можете чувствовать себя хуже, настроение может колебаться. Постарайтесь быть осторожными во всех делах. Ваши ослабленные дни в октябре – это 7, 8, 9 число, а также 26 и 27. В эти дни старайтесь себя беречь, не перегружать себя, ни с кем не ссориться, не рисковать, не начинать важных дел. В эти дни Луна будет проходить ваши плохие дома гороскопа. Можете запомнить, что когда Луна проходит знак Рыбы и знак Рак, для вас это всегда ослабленные дни, энергетически ослабленные. В эти дни ничего важного вам лучше не делать. Напоминаю, что этот прогноз касается больше лунных львов. Тех людей, у кого Луна на момент рождения находилась в знаке Лев. Если вы не знаете свой лунный знак, вы можете написать в комментариях дату, город и время рождения, и я вам скажу. Прогнозы по лунным знакам считаются самыми точными. Приглашаю вас на обучение по ведической астрологии. До 13 октября скидка 50% на индивидуальное обучение со мной. Осень — это время прогнозов на год. Уже пора готовить свой личный прогноз на год, на 2024 год. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, переходите по ссылке в описании. Также переходите на мой телеграм-канал. Там каждый день я пишу прогноз на день. Это очень ценные подсказки. Там вы узнаете, какой сегодня лунный день, в каком знаке Луна, какой она на Кшатре, в каком созвездии, какая энергетика этого дня, что рекомендуется сегодня делать, а что нет. Буду благодарна за поддержку видео. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления. Желаю вам, Львы, прекрасного октября. Субтитры сделал DimaTorzok